Расследование «Медузы» о причастности фигурантов в дело сети к убийствам и продаже наркотиков вызвало огромный резонанс. Эту статью процитировал в своей итоговой программе Дмитрий Киселев, назвав «Медузу» зарубежным сетевым изданием. Ранее «Россия-1» не упоминала издание вслух даже в деле Ивана Голунова. В комментариях материал «Медузы» называют заказом ФСБ. Многие ставят под сомнение источники и результаты расследования. Статья начинается с рассказа якобы знакомого участников пензенской ячейки сети некого Ильи. По его словам, в 2017 году по приказу руководителя группы Дмитрия Пчелинцева анархисты убили двоих своих подельников по продаже наркотиков – Артема Дорофеева и Екатерину Левченко. Эту версию подтверждает другой собеседник «Медузы» Алексей Полтовец, который якобы участвовал в расправе, после чего бежал за границу. До этого разговора Полтовец свое участие в убийстве отрицал. Авторы расследования говорят, что ФСБ изначально знала об убийстве, но передала материалы в Следственный комитет, а вывела этот эпизод из дела в пользу обвинений в терроризме. Адвокаты подсудимых информацию опровергли. Дорофеев действительно был найден мертвым, Левченко до сих пор считается пропавшей без вести. Медийное общество, которое после вынесения приговора заметно поддерживало участников в сети, называет расследование «Медузы» большой ошибкой. Участник проекта ОВД-Инфо Алексей Полихович рассказал в Фейсбуке, что знаком с главным источником информации – Ильей. Полихович назвал его не очень уравновешенным человеком, который лично заинтересован в этой истории. Он пишет. Он плодит по одной или больше безумной идеи в день. Редактор «Медиазоны» Егорского рода в своем телеграм-канале рассказал, что знал о версии с убийством уже давно, но до сих пор ее проверяет, потому что как профессионал не стал бы публиковать материал так поспешно. Многие обратили внимание на то, что расследование появилось в ночь на субботу перед длинными выходными и было не очень удачно структурировано. Журналист и правозащитник Зоя Светова назвала расследование «Медузы» беспомощным. Зачем публиковать материал, если в послестории вы указываете, что вскоре опубликуете тщательно проверенную информацию? Савтор статьи Максим Солопов в интервью «Эхо Москвы» сказал, что «Медуза» старалась тщательно проверять информацию. Но последним пунктом стало то, что мы нашли человека, который был причастен к самому преступлению. Имеется в виду Алексей Полтовец. Когда нам сам человек признался в этом преступлении, мы не могли дальше просто скрывать эту информацию. По словам руководителя отдела политики «Новой газеты» Кирилла Мартынова, расследование невозможно воспринимать как подтверждение правоты следствия. Он пишет, что «факт того, что признания были даны под пытками, никто не отменял. Если они совершили убийство, то сначала они должны быть оправданы по делу о терроризме. Власти в любом случае совершили ошибку». Наблюдательный совет и редакция «Медузы» считают вопросы к публикации справедливыми и уже готовят на них официальный ответ. «Мы не сидим сложа руки, реакция будет в ближайшие дни», пишет в Facebook член совета, основатель проекта «Зе Белл» Елизавета Осетинская. Свою публикацию она закончила предупреждением, что любой, кто назовет «Медузу» агентом ФСБ, будет заблокирован. Но другого объяснения практически нет, говорит главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. «Сначала я подумал, что это кто-то вбросил, и это не является достаточно точным материалом. Но в любом случае я считаю, что это вброс, наверное, от спецслужб для того, чтобы эту ситуацию немножко развернуть в другую сторону. Но, еще раз повторяю, у меня нет пока точки зрения. Надо просто ждать и смотреть, что будет дальше». «А как это отразится на «Медузе» тоже сложно пока сказать?» «Ну, мне сложно сказать, потому что «Медуза» это не российское издание. Мне, в общем-то, все равно, что с ними водят в конечном счете». Павел Гусев в предысловии к расследованию авторы материала признали, что им самим тяжело принять то, о чем они пишут, и что это может стать серьезным ударом для всех сочувствующих, обвиняемым по делу сети. В городах России проходят акции в поддержку осужденных, но после публикации расследования «Медузы» ряды сочувствующих поредели, говорит председатель Национальной общественной организации за права человека Лев Пономарев. «Первое, все это небрежное расследование. Второе, оно наносит колоссальный ущерб в решении той первой задачи. Не только защита вот этих ребят. Эта публикация, она смещает акценты, снимает некое напряжение всей этой борьбы. И, конечно, наши ряды, наверное, немножко подкосило это. Я не поверю. У ФСБ такие возможности фабриковать любые обвинения. Я сам, как человек, занимаюсь давно уже защитой пострадавших от ФСБ. Я знаю точно, что может быть подана очень правдивая картина, которая подтверждает то, что там Дмитрий Пселинцев тоже заказал какое-то убийство. Я все равно не поверю любому расследованию, которое будет делать сейчас государство, доказывая, что фигуранты дела в сети, какие-то там заказчики убийц, скажем, или убийцы, да. Лев Пономарев. 10 февраля семеро участников признанной в России террористической группы «Сеть» получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Подсудимые заявили, что признательные показания они дали под пытками. Продолжение следует... Продолжение следует...